МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Среди овощей огурец занимает особое место. Это одно из немногих растений, плоды которого употребляют в пищу в недозрелом виде. С этой особенностью связано и название. Греки его называли аурус, что значит неспелый. От него произошло слово аугурус, а затем и русское огурец. Огурец известен более тысячи лет. Родина его Индия, Индонезия и Бирма. В России эта культура широко известна с 16 века. Будучи растением требовательным к теплу, огурец является наиболее распространенной культурой в теплицах и парняках. Огурцы богаты сложными и органическими веществами, которые играют важную роль в обмене веществ. Эти овощи улучшают работу сердца и почек, а еще огурцы называют санитарами организма за их способность нейтрализовать кислые соединения. В теплицах Андрея Шляхова огурец постоянный обитатель. Вот уже который год подряд точно не скажет даже сам карачанский фермер. Он сажает самые лучшие, прошедшие все испытания сорта гибридов. Здесь у нас огурец салатного типа. Это гибрид, ну наша селекция отечественная, я не буду называть название. Значит, все, что мы высаживаем в теплицах в закрытом грунте и в частичном открытом грунте все у нас на органических удобрениях, в частности на навозе. Вот здесь примерно в каждую лунку по полгодранавозу. Даже минеральные мы как-то раньше практиковали, сейчас мы полностью ушли от минеральных удобрений, потому что и калий, и магний, и все это есть. В навозе соли достаточно. И вот этим вот самым мы ушли полностью от минералки и перешли на органику. Для себя это большой плюс, потому что, занимаясь закрытым грунтом, нужно постоянно мониторить почву. Сколько элементов вышло, сколько вошло, какая необходимость у растения в том или ином микроэлементе. Здесь мы зарядили его навозом. Растение само знает, сколько ему нужно взять, и она возьмет ни больше, ни меньше. Тем самым мы уходим от учета этой проблемы, чтобы с минеральными удобрениями очень тяжело работать, на малообъемных теплицах тем более. Огурец салатного назначения, рассказывает фермер, конечно, при большом желании можно засолить. Но вкуснее всего из них получаются блюда, где огурец используется в сыром виде. Тем более, что употребляя такие огурцы, за свое здоровье можно не опасаться. Андрей Викторович приложил немало усилий, чтобы его экологически чистые овощи таковыми были не на словах, а на деле. Высаживаем мы в теплицу маточник, это значит где-то 15 февраля, высаживаем семечку в гашки, в литровые гашки с турфогрунтом. Турфогрунтом пользуемся только профессиональными составами, которые там специальные составы, которые верховый турф, он полностью нейтральная реакция у него, плюс он стерильный. Туда еще подселяем из специальной бактерии, в стерильный турфогрунт. Тем самым мы уходим от корневых гнилей, от корневых заболеваний в самом детстве. Подселяем бактериями, которые оздоравливают корневую систему, они работают для растения, а не против него. Они унитают все грибковые заболевания, все грибы, которые там могут развиться в процессе вегетации. И тем самым мы с самого детства уже бережем ножки этому растению. Затем пересадка с гашков идет сюда уже в навоз. Здесь же опять же мы подселяем, после пересадки подселяем бактерии в навоз. И опять же идет тот же самый процесс защиты, биологический процесс. Очень много по телевидению мы слышим о пробиотиках, да, и пробиотиках. Это тоже самое, у почвы есть плохие, хорошие бактерии. Но когда почва чем-то нарушена, например, теми же пестицидами или гербицидами, значит, те же самые антибиотики для организма у человека, нарушается баланс в почве, и патогенная микрофлора начинает расти. И она угнетает в первую очередь растение, то, что растет на этой почве. Так что здесь, подселяя полезную микрофлору, та, которая естественным путем находится в почве, но ее мы даем в большем количестве, чтобы она заняла свое пространство и не дала никому туда уже подселиться, посторонним. Так что биобезопасность, о которой сегодня так много говорят и пишут, в этом хозяйстве на высшем уровне. И само собой такая забота о продукции не могла не отразиться на ее вкусовых качествах. Вкусовые качества для нас – это самое главное. Даже ущерб, может быть, и урожайности. Если агроном посмотрит на сюжет, он увидит, что есть небольшая нефатка азота на этом урожае, но все равно давать азотным удобрениям мы не будем. Мы сократим сейчас немножко полив, потому что вымывается азот поливами. И азот возьмет, растение возьмет свой азот. Я считаю, что урожай на органических удобрениях, и со мной, наверное, согласятся многие агрономы, он в разы превышает урожайность на минеральной ваде или кокосовой стружке. Потому что здесь все естественно. Здесь азот в самой доступной форме. Фосфор и калий в самой доступной форме. Не нужно ни подкислять, никакие кислоты вносить. Ничего не нужно. Все работает естественным путем. Плюс те же микроорганизмы, которые мы вносим, они свои жизнедеятельности, продукты своей жизнедеятельности, они тоже, они тот же азот, фосфор и калий, они переводят в доступную форму. Они там живут, развиваются, и тем самым делают еще благоприятные условия. Магминовые кислоты вырабатываются. Это тот же гомус. И все это востребуется растение. Здесь получается симбиоз. Почва бактерий, навоз и растение питается всем этим коктейлем и благоприятность себя чувствует. Плюс здесь еще древесная зола. У нас мы топим печи дровами. И золы здесь где-то по 2-3 столовых ложки. Идет еще золы. Это калий, кальций и частично фосфор. Так что микроэлементы, необходимые овощам для роста и урожайности, здесь самые, что ни на есть, натуральные. Фермер Шляхов утверждает, употреблять их в пищу могут даже малыши. Ведь в его хозяйстве каждый готов поручиться за качество и экологичность производимых овощей. Мы работаем всей семьей. Раньше я работала в соцзащите. И соцзащита – это социальная ответственность перед нашлением, перед инвалидами, пенсионерами. Сейчас я понимаю, что мы несем не менее социальную ответственность, продавая экологически чистую продукцию. А наша продукция действительно экологически чистая. Вот и со сбытом у Шляховых все на чистоту. Как борются они каждый день за экологичность своих огурцов, так и на рынке ратуют за чистоту в ценообразовании. Там же ценовой сговор постоянно. Понимаешь, я им воду развожу. Они там договариваются по 150, а я привожу по 100. Или они там по 130, а я по 85. Потому что я знаю, цена упала на обтолке. Знаю, почему они взяли. Сто процентная наценка у них идет. Ну, я говорю, нет, ребят, так не пойдет. На меня там, знаешь, как к Касауре, всякая, конечно, много пожеланий в мой адрес. По поводу здоровья и всего остального идет постоянно. Например, мы на Пасху не подняли ни на копейку, а не подняли до 150 дней. Но я сделал, знаешь, какой ход? Мы не реализовывали сразу, оставляли по 2-3 ящика и насобирали партию где-то, ну, с полтона. И потом все это перед Пасхой мы выставили на рынок. В результате у карачанцев, пришедших в предпраздничные дни на рынок, была возможность приобрести экологически чистые овощи по сходной цене. Совсем скоро у шляховых поспьют помидоры. Говорят, и тут с перекупщиками придется повоевать, чтобы еще раз отстоять свою репутацию чистых на руку производителей. Кстати, урожай помидоров в этом году ожидается тоже немалый, около 10 килограммов с куста. Мы выгоняем до 7 кистей. Вот раз, два, три, четыре, вот будет пять, и седьмая, и потом макушку. Мы отрезаем вверх, они могут и 8, и 9, но мы уже вверх отрезаем тогда у растений. И вот то, что здесь нам кусту есть, тогда оно уже созревает, набирает силу, и вот и получается крупный, вкусный и красивый. Откровенно говоря, Виктор Аксенович из всех шляховых главный по помидорам. И сегодня, когда полным ходом уже идет посадка арбузов, старший шляхов не оставляет без внимания теплицу с томатами. Помидор – это не огурец, за ним намного сложнее нужен уход. И также он не на минеральных, а на органических одобрениях. Ну, и полив другой, конечно, нужен. Много надо у него пашенков оббивать постоянно, раза три-четыре за сезон надо оббить их. И формирование кисти надо дроби сюда лить, оставлять только крупную помидору. Ну, вся эта работа, все эти хлопоты, они себе вполне оправдывают. Это уже у нас по наследству. У нас и дед этим занимался, он садоводом был. И так что, наверное, гены передались нам, и мы, собственно говоря, здесь последние магикане. Вот по этому делу, последние магикане. Тут уже больше никто не хочет заниматься, что это у нас в крови. И нам работа – это в радость. Мы на этой работе не устаем. Мы на этой работе только удовольствие получаем. Вместе со всеми членами семьи Виктор Аксенович борется за экологичность продукции. Потому что здесь все только за натуральное хозяйство. Вот и помидоры, говорят, тоже будут самые-самые. Гибриды, прошедшие испытания в теплицах Андрея Шляхова и продемонстрировавшие свои лучшие качества, уже наливаются вкусом и цветом. Устойчивость к болезням, говорит фермер, тоже одно из самых важных качеств томата. Ведь здоровое растение не нуждается ни в лечебных препаратах, ни в подкормках, а значит, вберет в себя только самое нужное, самое полезное для здоровья. Здесь, в теплицах с помидорами, работает тот же принцип – здоровая почва, капельный полив, плюс органика, плюс сорта и гибриды с высокими устойчивыми качествами. С разницей лишь в том, что земля под томатами укрыта черной мульчирующей пленкой. Во-первых, мы уходим от сорняков, потому что нету сорняка, у нас не растет. Во-вторых, здесь очень низкая влажность. При поливе влага испаряется, и вся роса может садиться, все то испарение будет садиться на томат. Здесь томат – это не огурец, у него совсем другие потребности. В момент активного роста ему нужно большое количество влаги, и нужны частые поливы. Но само растение должно быть сухим. Вот здесь вот эта пленка нам помогает от этого достичь. Растение сухое, в то же время корневая система полностью обеспечена влагой. Каждый год Андрей Викторович придумывает что-то новое, что позволяет сделать продукцию еще более качественной. Ежедневные поиски, испытания ни минуты, ни дня без шага вперед. Вот и в эту нашу встречу овощевод поделился планами в деле производства томатов. Ну, значит, каждый год мы испытываем порядка 10-15 новых гибридов розовоплодных. Фирмы, с которыми работаем, они предлагают нам на испытания, и мы с удовольствием берем, мы смотрим, анализируем потом вместе. Вот в этом году решили попробовать тип черри, тоже розовоплодный томат. Ну, что получится, посмотрим, как будет урожать, как и вкусовые качества. И, возможно, через год-два потребитель наш увидит его на прилавке. А это еще один сюрприз от Андрея Викторовича. И, как и все предыдущие, сюрприз весьма приятный. Ну, и сейчас мы подошли к самому, наверное, интересному, что у нас в этом году. Это арбузы. Это та культура, которая у нас уже несколько лет, мы не несколько лет, а уже лет 5 или 6, мы занимаемся очень плотно. Значит, третий год мы прививаем. Прививаем различные способы прививки, пробовали. Ну, вот в этом году уже будет 5 тысяч высажено привитых. Подобрали для себя оптимальный способ прививки. Значит, компании, с которыми работаем, они нам предоставили специальный подвой под арбуз. Подвой – это что значит? Подвой – это на то, что прививается. А приввой – это гибрид, который вы хотите получить. Что дает прививка? Это здоровая корневая система, мощное растение, которое не болеет, которое не надо вырабатывать фунгицидами в случае плохих погодных условий. И в хорошие ножки выращивается умная головка, которая потом даст вкусные и здоровые плоды, которые созреют на неделю, а может быть, даже и две раньше. Плюс сахар у привитого арбуза на 1,5-2% выше. Вот здесь мы сахаристость еще поднимаем вот этим. Солнце высоко в зените, а работы по посадке арбузов на полях не останавливаются ни на минуту. Важен каждый день, чтобы вовремя высадить бахчевые. И чтобы у белгородцев была возможность уже в июле наслаждаться вкусными, экологически чистыми плодами. Все-таки начало июля в нашей зоне – это реально получить первый урожай арбуза. Вот сейчас мы высадили у 5 мая, значит, где-то 60 дней ультраральные гибриды от высадки рассады уже дают первый урожай. Вот вам, пожалуйста, 5 июля я приглашаю вас на первый бахчевый. Здесь просто биологические особенности гибрида. Это ультраральные гибриды. Не нужно никакой селитры, не нужно никаких стимуляторов роста. Вот здесь лежит капельный полив и мульчирующая пленка. Мульчирующая пленка, она служит в согревании корневой системы. Потому что все тыквенные, они очень сильно отзывчивы на то, чтобы корешок у них был теплее. Потому что при понижении температуры до 15 градусов уже корневая система у тыквенных не работает. И лист голодает. Здесь этого мы избегаем. За день происходит декамуляция и до самого утра почва у нас остается прогрета. Плюс питание, это вода. В основном эта вода идет у нас здесь. Частые поливы, особенно в нужный период. Например, когда у нас нарастает масса. У всех этих мероприятий пленка, рассада, капельный полив. Это реальное получение экологически чистой продукции в начале июля. Без всяких опасений и нитратных страшилок. И это правда. Ведь за свое каждое слово Андрей Шляхов готов ответить. Везде мы занимаемся реализацией самой своей продукции. И я считаю, что это очень важная составляющая производства в любом сельскохозяйственном производстве. Потому что когда производитель отвечает за свою продукцию сам и стоит напрямую перед покупателем, потребителями, это очень большое. Здесь никого не надо ни к чему призывать. Это наш бизнес. Мы им дорожим. И наш авторитет дороже всякой прибыли даже. То, что мы можем что-то на ней тратить. Здесь, я думаю, что и, в общем-то, если брать всю систему нашу, нам нужно больше пускать производителя к реализации своей продукции. Тогда и качество будет расти у нас. И казалось бы, можно в этой истории поставить точку. Но не таков наш герой. И в своем бизнесе он ставит только запятые. Белгородская межобластная ветеринарная лаборатория. Здесь проводят исследования по самым разным направлениям сельского хозяйства и занимаются сертификацией пищевых продуктов. Свой продукт, свой это знаю. Но нам нужно подтверждение, документальное подтверждение того, что наша продукция является экологически чистая и пригодна для питания. Андрей Шляхов привез на экспертизу свои выращенные в теплице огурцы. А мы решили провести свой эксперимент и для сравнения приобрели импортные огурцы в одном из супермаркетов. К нам поступило два образца. Один образец импортного производства. Вот видно его, да? И наш местный производитель. Видно, что эти два образца отличаются по внешнему виду. Этот огурец довольно-таки давно сорван. Он уже имеет такой вялый вид и консистенцию мягкую. И потом запах вообще не выражен. Вот этот огурец нашего производителя. Ну, прежде чем открыть пакет, я услышала, конечно, ароматный запах. Вот. Видимо, он и пупырчатый, и размер у него, согласно того, что любят хозяйки обычно, да? И видно, что огурец сорван недавно, он свежий. Естественно, вкусовые качества совершенно разные. Мы будем определять здесь остаточное количество нитратов в огурцах, так как при выращивании, особенно весной, ранней весной и летом, используют стимуляторы роста. А также будем исследовать остаточное количество токсичных элементов. Из доставленных образцов огурцов нашего импортного происхождения мы провели исследование, получили результаты, немножко отличаются они друг от друга. В наших огурцах нитратов 105 миллиграмм на килограмм, но импортное происхождение в огурцах немножко выше, но соответствует максимально допустимому уровню. Что и требовалось доказать. Огурец белгородского фермера не только гораздо вкуснее своего импортного собрата, но и полезнее для здоровья. У вас все хорошо, возьмите ваш протокол, результаты исследования, все в норме, не превышает максимально допустимых уровней, то есть ваши огурцы хорошие. Сертификат получен. Основными критериями оценки качества лаборатории, работы лаборатории является международная аккредитация. Знаете, берет гордость, что эта аккредитация именно прошла единственная в России, в Белгородской области, в лаборатории, при сельскохознадзоре, референсный центр. И она имеет допуск по ИСТО, по семенам и по ДОНАК, это значит по продуктам питания. Ну, что хочу сказать. Наша задача, мы знаем, что наша продукция экологически чистая, но чтобы подтвердить, а тем более, что подтверждение такого класса будет у нас, таким сертификатом, я думаю, это будет для потребителей, для наших. Еще одним плюсом к тому, что наша продукция экологически чистая. Мы можем приобретать и не бояться ни интератора, ни каких других токсичных элементов. Так что зародившаяся когда-то мода на импорт сегодня не актуальна. И местные производители это подтверждают своей высококачественной, конкурентоспособной и действительно вкусной продукцией. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова